Молодежь – наше будущее, и ей в городе уделяется много внимания. Однако Краснодар – не только город молодых. В кубанской столице живут граждане и среднего, и совсем почтенного возраста. Среди последних есть так называемые «дети войны». Казалось бы, плохо сочетаемые слова – «детям не нужна война». Но многим из них досталось от нее почти 80 лет назад. С историей одного из таких «детей войны» наш специальный корреспондент Виталий Молчанов. Когда грянула война, маленькой Лене было всего 6 лет. Но события тех тяжелых времен навсегда врезались в ее память. Семья Лены жила под Харьковом, в маленьком городке под названием Старый Салтов. Отец – директор местного кинотеатра на пятый день после начала войны ушел на фронт. Девочка осталась с матерью. С тревогой они следили за происходящим на фронте. К началу октября уже шли бои за Харьков, до которого было меньше 50 километров. И вот однажды немцы появились в Старом Салтове. Елена Николаевна помнит, как сейчас и тот день, и даже осеннюю погоду. И мы прилипли к окнам, которые выходили на улицу. Улица называлась «Улица Великая». Вот. А там идут немцы. Вот они мокрые насквозь. И вот так наперевес держат винтовки. А к ним приколотые штыки. Ну, надетые штыки. И медленно, широкими шагами друг за другом идут на расстояние, как ширина вот этого ковра. Только так, как говорится, чуть-чуть голову им поводят. В городе немцы закрепились не сразу. Старый Салтов несколько раз переходил из рук врага в руки Красной Армии и наоборот. Во время одного из налетов маленькой колен лишилась матери. И мы упали под стол. Мама легла на меня, накрыла. Вот. И пошла такая бомбежка. Что-то все дрожит. Пыль в комнате. Не поймешь, что. Я закрыла глаза, сжалась. Потом затихло все. И, значит, слышно разговор, как люди говорят, туда нужно бежать, туда. Я подскочила. Мама, мама. А мама лежит. Тяжело раненая молодая женщина умерла на вторую ночь. И даже похоронить ее не удалось. В сарае, где лежало тело, при очередном налете попала бомба. Потом были годы оккупации. Маленькая девочка, совершенно никому не нужная, одинокая и испуганная. От одних случайных людей Лена попадала к другим, но при всей доброте своих новых родственников заниматься ею было некому, да и некогда. Весной 43-го Елена Николаевна второй раз чудом осталась жива. Заночевала с подружкой постарше себя в каком-то сарае, а ночью случилась бомбежка. Просыпаюсь. Что-то по мне топчется. Что-то я ни рук, ни ног не могу поднять. Хотела что-то сказать, рот не могу открыть. Тогда я стала мычать. И слышу, кто-то говорит, вы знаете, тут кто-то есть. Тут кто-то есть. Вот давайте еще, значит, отроем. То, что упало с крыши, все же, меня накрыло. Вот они меня отрыли. О, девочка, девочка маленькая. Маленькая девочка прошла через нечеловеческие испытания с судьбой, но помнит все. Помнит и День освобождения 23 августа 43-го года. И вот как-то утром шум такой, выстрелы и выстрелы не пушек, а таких, как ружья и автоматы. Ну, я как человек любопытный, у меня кругом черти носили. Вот. Я, значит, выскочила и вижу такую картинку. Значит, я выскочила с этого подвала и вижу картинку. Мимо меня пробегают наши солдаты. Помнит, конечно же, и 9 мая 45-го. Она уже была в детском доме. К ней из Восточной Пруссии приезжал отец военный. Он выжил в той мясорубке. Тот майский день забыть невозможно. Когда утром объявили, что, значит, День победы победили немцев, уже теперь все. И в это время, значит, мы все выскочили на улицу, кричали, прыгали. То, как мог, радовался. Потому что шел директор со своего дома, и он нас видел. Вот он пришел и пошел, дал указание, чтобы нам ради такого праздника выдали по три вареных яйца. Судьба девочки Лены исчерпала все свои черные полосы во время войны. После нее Елена Николаевна окончила техникум, работала на заводе, вышла замуж, родила двух сыновей, училась в институте, занималась наукой, работала инженером в Кубанском техническом университете. Все сложилось у нее прекрасно. Вот только война отняла маму и детство. Виталий Молчанов, Андрей Токмаков, Анастасия Федя, телекомпания «Краснодар».